Строительство храмового комплекса в честь Владимирской иконы Божьей Матери в Субсехе ведется с 2016 года. И, как говорят священнослужители, сегодняшнее событие положит начало новой духовной жизни села Субсех. Предполагается, что здесь будет в дальнейшем организован духовно-просветительский центр в честь Игнатия Бринчанинова, который является концентратом святоотеческого опыта спасения души человеческой. И первый камушек в том, чтобы воздвигнуть это здание, это церковно-приходской дом, где будет воскресная школа, как сказано выше, лекторий, где мы можем собираться, обсуждать евангельские чтения, апостольские чтения, да и вообще решать те или иные вопросы, возникающие в умах и сердцах современного человека в плане духовной жизни. Обряд освящения провел глава Новороссийской епархии епископ Пиагност. Владыка служил Божественной Литургией и поблагодарил всех участвующих в строительстве Малого Храма за труды. Для селян строительство храма – событие долгожданное. Я очень много лет ждала, когда построят здесь храм. И я прямо такая довольна, правословно лету, как довольна. Я что, теперь придет, будем ходить в свой храм, валиться. Великий праздник для нас. Мы раньше ездили в Анапу в храм, особенно когда праздники большие, Рождество Христово, Пасха, добраться утром, потом обратно. А сейчас каждый человек может прийти. Я думаю, что сейчас здесь вставать он не будет. Когда строительство комплекса будет полностью завершено, священнослужители сказать не берутся. В настоящее время идет утверждение проекта главного храма в честь Владимирской иконы Божьей Матери. Но это святое место уже не пустует. Двери новоосвященного малого храма открыты для прихожан.